Здравствуйте дорогие друзья и зрители канала. С вами Кристина и мы продолжаем играть нашу замечательную игру, которая называется Life is Strange. Давайте продолжим и сейчас будет у нас четвертый эпизод. Играет музыка. Играет музыка. Life is Strange. Эпизод 4. Проявочная. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Но мне нравится на нем писать. Чувствую себя английским поэтом. Ты заслуживаешь лучшего. Наверное, писать письма легче, чем навещать меня. Я не с издевкой. Ты не подумай. Тебе наверняка хотелось бы избежать всех этих неловких разговоров. Желательно. Худшее, что ты можешь делать, так это относиться к своей все еще хочу смеяться и говорить о всякой ерунде. Может, остановимся? Отсюда прям открывается великолепный вид на закат. Как фотографы это называют? Золотой час. Ну вот видишь, без тебя бы я так и не узнала. Наверняка ты смогла бы сделать пару снимков. Киты, выбросившиеся на берег, это так печально. Кажется, я понимаю, каково им. По крайней мере, я жива, и ты рядом. Хлоя, ты настоящий герой, и ты многое пережила. Я не хочу, чтобы кто-то меня жалел. Я и сама с этим справлюсь, и со своими родителями. Мой отец до сих пор винит себя за то, что купил мне ту машину. Так, ну что же, весьма печальные у нас обстоятельства. Очень жаль Хлою. Даже не хочется видеть ее такое, честно говоря. И, конечно же, мы сочувствуем такому горю. Давайте спросим у нее. Ты ведь не винишь у Ильяма? Поговорим об аварии? Так. Ну, давайте спросим вот таким образом. Ты не против поговорить об аварии? А мы ведь и не говорили об этом. Да и нечего обсуждать. Какой-то плохой человек на внедорожнике нас урезался. Ты помнишь его время? Но для меня будто замедлилось. Я почувствовала, как хрустнула моя спина. Это был последний раз, когда я что-то чувствовала. Когда я проснулась в госпитале, то поняла, что не могу пошевелиться. Боже. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Я просто счастлива, что снова с тобой виделись. Кто знает, я могла бы просто-напросто исчезнуть, как та девчонка из Блэквелла. О, а как это ужасно, конечно. Ты о Рейчел? Какая пропавшая девчонка. Так, ты о Рейчел? Ты про Рейчел Эмбер? Когда ты с ней последний раз разговаривала? Никогда. Я о ней только по новостям слышала. Я даже имени ее не знала. Ты была с ней знакома? Мир был совсем другим, когда мы были детьми. Не так ли? После этого заменения снегопада, создается впечатление, что... Ой, я не успела немножечко прочесть. Думаешь, я особо не вдавалась в подробности? Времени у меня больше, чем у тебя. Да и к тому же я бы там. Однако я все равно ничего не понимаю. Да, сейчас творится какая-то неразбериха. Но пока мы вместе, мне не страшно. Гуляя с тобой, я снова чувствую себя ребенком. Ты даже не представляешь. Послушай, Хлоя, прости, что раньше я тебя не навещала. Это неправильно. Ты ведь моя лучшая подруга. Макс, спасибо, что навестила меня. Ты замечательная. Вот уж сомневаюсь. У меня нос замерз. Наверное, нам стоит вернуться ко мне домой. Да, тут очень холодно. Без обид, но я теперь терпеть слово это не могу. Все в порядке. Видите, так как история совершенно по-другому у нас получилось все, то, значит, Рэйчел Эймбор не является теперь ее подругой. И у меня есть такие догадки, что она наша подруга. Только мы еще пока об этом не знаем. Может быть, мы ее все-таки увидим. Ну, конечно, такие последствия, они просто ужасают. Они просто ужасны. Какая продвинутая берлога. Похоже на продвинутую клетку. Но мне повезло, что мои родители делают все, чтобы заботиться обо мне. Я знаю, как им тяжело. Они благодарят Бога, что ты рядом с ними. Ага, особенно когда они даже прогуляться в одиночестве не могут. Иногда я веду себя как неблагодарный подросток, лишь бы дать им повод поорать на меня. Это жалко, я знаю. Хлоид, ты замечательная дочь, ты добрая и отзывчивая, даже когда этого не требуется. Поверь, я все еще срываюсь, и частенько особенно бесит, когда медсестра наблюдает за мной, пока я хожу в утку, или же когда врачи вертят мной во все стороны. Даже представить себе не могу. Но ты все так же прекрасна, как и тогда, когда мы были детьми. Спасибо тебе еще раз за то, что пришла, Макс. Мне нужно попить. Ты могла бы мне принести стакан воды? Так, где же тут? Давайте немного посмотрим. Что-то такое у нас есть. Ой, снежная лань. Выходит, не все здесь изменилось. Такие сувениры, игрушечки. Привет, Хлоя. Теперь ей нравятся плюшевые игрушки. Смотрит ли Хлоя на задний двор, вспоминая свои детские годы? Теперь она траву даже почувствовать не может. Боже, она не в состоянии дышать без этого аппарата. По крайней мере, Хлоя весит не так уж и много. Так, нужно срочно ей принести водички. Вот вода. Пей, Лютик. Вот неудивительно, что у меня в горле пересохло. Похоже, так много, как сегодня я не разговаривала целый год. Ты когда-нибудь думала вести радиоэфир, если что-то, или вроде того? Ох, как мне сейчас хочется треснуть тебе? Радиоэфир, подруга. Да у меня эфир по венам течет. Скукота. Ой, я просто предложила. Я знаю, что ты просто хочешь помочь. Ага, уже становится моей дурной привычкой. Ты рассуждаешь, как взрослый человек. Такое чувство, будто детьми мы были в другой жизни. Так, давайте ей, значит, скажем. Что ты помнишь? Что ты помнишь о наших детских временах? У нас у всех разные воспоминания. Я вспоминаю о том, как мы играли в пиратов, как мы бегали, скакали. Я тоже, но помню, но в какой-то смысле мы остались у теми же пиратами. А, ну да, конечно. Зацени Хлоя Карибского моря. Хренас 2, у меня теперь получится забраться в лодку. Без тебя тем более. Как видишь, большинство моих друзей отвернулись от меня. Так. Давай вот этот вопрос зададим. А с кем из друзей ты общалась больше всего? С Меган Уивер. Но ты ее не знаешь, она была классной. Но после аварии она стала слишком высокомерной. Я знаю, что не поддерживала тебя. Мне нет оправдания. Я виновата. Но я пытаюсь загладить свою вину. Как? Чувиха, ты же не Супер Макс. Я не пытаюсь вызвать у тебя чувство вины. Это я так практикую на родителях. Как бы нашей Макс в голову не пришло опять время мотать. В принципе, такое тоже здесь возможно. Давайте спросим. Они тебя любят? Тебе одиноко. Так. Давайте скажем, что... Ну, давайте... Ладно. Спросим так. Я знаю, что вопрос глупый, но тебе здесь одиноко? Да, глупый вопрос. Я не против одиночества. Я не могу пойти на вечеринку, чтобы потусить, как рок-звезда. Или увлезнуть в подростковых проблемах. Думаю, Джойс и Уильям отлично справляются. Макс, эта авария сильно их подкосила. Наша страховка полная от стул. А счета за лечение просто кошмарные. Не сомневаюсь. Они могут оплатить все это. И под силу им оплатить все эти счета? Нет, конечно. Они скрывают от меня расходы, но не нужно быть генем, чтобы догадаться, что родители тратят на меня почти миллион в год. Хлоя, ты бесценна. И я не шучу. Ты такая сумасшедшая. За это я тебя люблю. Конечно, я разбираюсь в таких людях. Видишь, я по сути развлекаюсь. Было бы и так здорово ослабиться и посмотреть двое кино, как тогда, когда ты приходила ко мне на ночевке. Что бы ты хотела посмотреть? Ну, у меня сейчас сентиментальное настроение. Всегда плачу. Таким фильмам, к тому же, всегда хотелось себе... Я знаю, с голубыми волосами тебе выглядело изумительно. Итак, давай же начнем. И лучше тебе не засыпать. Но мне как-то всегда делаешь, когда мы смотрим фильм. Я помню, Макс. Обещаю, что не засну. По крайней мере, пока ты здесь. Не сегодня. Да, это все очень-очень... Очень печально. Нам нужно ей поднять настроение. Так. Нам нужно включить фильм. Вот и DVD-плеер. Осталось только найти, где лежат диски. О боже, я записала этот микс для нее, когда нам было 12. Пиратская мощь. Ага, а вот и диск. Так, давайте включим. О, ну вот мы так уснули. Смотрели фильм. И Макс уснула. Рядом с Хлоей. А Хлоей что? Не спит? Не могу поверить, что ты уснула так быстро. Как ты посмела? Я понимаю, что ты устала за вчерашний день. Да и бегущий по лезвию усыпляющий фильм. Кстати, ты... Как ты думаешь? Так, прости. Вижу, ты еще не до конца проснулась, в отличие от меня. Нет, прости, что я так быстро вырубилась. Но ты в порядке? Когда на мне никто не спит, рядом есть мои родители. Ты такая стерва по утрам. С кем поведешься? Так. Вчера было нереально круто. Было замечательно. Вновь увидеть тебя. Понимаю, все было иначе, когда мы были лишь глупыми детьми. Но рядом с тобой я вновь почувствовала себя тем мелким пиратом, который везде скачет и бегает по лесу. Это очень много значит для меня. Тусить с тобой и заниматься всякой ерундой. О, у меня снова болит голова. Ты не могла бы подняться наверх и принести инъекцию морфина из ванной? Инъекцию морфина? Да, это я как бы будто в Стартрек попала. Игла такая серьезная. Мне нужен. Родители хранят морфин наверху, так как думают, что мне туда не добраться. Но тебе это под силу, Макс. Ты ведь пират, верно? Уже бегу, Хлоэ? Так, зачем же ей такой препаратик-то? Ну, ладно, сейчас мы посмотрим. Боже, Джоис и Уильям построили для Хлои отдельную ванну. Они такие классные. Так. Ладно, не будем здесь так просто немножко посмотрим. В душе Хлои все еще панк, но прыгать в толпу со сцены она больше не сможет. Клуб Черный Чердак. Так круто, что у Хлои есть друзья в сети. Чат Горячие Колесики. Я могла бы предложить Хлое сделать ей макияж. Не то чтобы я умела, но было бы забавно. Так, ну ладно. Давайте, значит, пойдем искать ей вот этот Мурфин. О, это ее отец. Уильям. Так. Они могут лишиться дома из-за медицинских счетов. Это ужасно. Уважаемый мистер Прайс, настоящим письмом уведомляем вас о просрочке платежа по вашему займу. На данном счету с 1 марта 2009 года накопилась задолженность в размере 12 тысяч долларов, подлежащая уплате до 1 августа в 2013. Вами были проигнорированы множество высланных вам нами запросов о погашении долга. Так, в общем, ладно. Если что, прочтете до конца на паузе. А мы сейчас поговорим с Уильямом. Привет, Уильям. Я тебя не отвлекаю? Отвлекаешь, Макс? Я люблю заниматься счетами. Шучу. Да как ты можешь меня отвлекать? Мы не виделись вечности. Я знаю. Ты выглядишь как прежде. Это здорово. Хорошо, а то я бы испугалась, если бы выглядело иначе. Ну, а ты, разумеется, повзрослела. О чем ты хотела поговорить? Так. Давайте, наверное, что? Комната Хлои. Про Хлою, да, скажем? Мне тяжело об этом говорить, но я искренне сожалею о том, что произошло с Хлоей. Я тоже. Какие-то пару минуты сменили всю свою жизнь, но она жива, и она борется. Она была троупер. Дух, она злится на меня. Рада, что ты здесь. Так. Давайте спросим такое. Она злится на меня за то, что мы давно не общались? Скорее всего, да. И мне нет прощения. Она расстроилась, не понимает, что тебе не все равно. И я знаю, что со всем этим тяжело смириться. Вы потратили годы на это. Уильям, я просто хочу, чтобы ты знала, что я всегда буду рядом с Хлоей. Что бы ни случилось. Всегда. Я знаю, Макс. Давайте про Джойс спросим. Приятно находиться рядом с тобой, Джойс. Это навевает воспоминания. Довольно старомодно, как говорят, да? Думаю, Хоя очень рада тебя видеть. Да и Джойс тоже. Уход в Аркадии бы и нету. Не так уж все и плохо. Или я не прав? Так, давайте, значит, напомним про семью Прескотов. Или про погоду. Про погоду он все равно толком сам ничего не знает. Ну, давайте про Смех Прескотов ничего хорошего в себе не представляет. А ты что о них думаешь? Чистые слова. Еще вопросы? Судя по всему, ты хорошего и знаешь лучше, чем я хотела. Но Джойс приходится работать на этих скрях. Вот одной мыслью об этом мне становится тошно. Да, ну так. Ладно, Рейчел Эмбер. Я читала про ту пропавшую девушку, Рейчел Эмбер. Да, она училась Блэквилле, ведь так? Ужас, это кошмарно и уродительное. Я боюсь думать о том, что в один день мы можем потерять Хлою. Так, давайте пространство. Как ты думаешь, что здесь происходит со всей этой странной погодой и мертвыми животными? Никто же ведь не знает, да? Это ерунда для Настердамуса, спроси, замен французский. Ну все, что имеет значение для меня сейчас это Хлои и Джойс. Моя семья. Меня впечатлила комната Хлои и все это навороченное оборудование. Ну еще бы, мы могли бы купить несколько особняков на все деньги, что потратили. Страховка помогает, но я не знаю, что делать, Макс. Я знаю, что вам очень тяжело в финансовом плане. Эти счета сбиваются с ног. Нам придется заложить дом, и это пугает, но мы прорвемся. Семья Прайс всегда впереди, поняла? Пойду гляну, нужна ли Хлои помощь. Было очень приятно снова с тобой поговорить. Ты ведешь себя так, как будто это последний раз. Еще можешь отвлекать меня от этих счетов. Так, ну ладно, что же, поговорили, хорошо поговорили. Так, что здесь такое лежит? Джойс прямо властелин купонов на еду. Больше сюда не бросают мелочь, теперь здесь снова печеньки. Мне определенно нужно устроиться на третью работу. Видно, что Уильям очень озадачен, и у него столько проблем на него навалилось. Так жаль. Как бы было здорово, чтобы это все изменить можно было. Ой, бонжур, это так круто, что они все-таки побывали в Париже. Так, у нас пришли сообщения, и сейчас мы прочитаем. А вот это, кстати, такого я не читала. 4 сентября 2013-го столько интересного происходит. Хотела бы я остановить время, чтобы записать все случившееся со мной с тех пор, как я вернулась в Аркадия Бэй. «Блэквелл рулит». 21 сентября. Да, я стала старше. И благодаря Вике с Нейтаном еще и чуточку модняви. Они устроили мне сюрприз, подарив самую красивую сломленную шапочку, завернутую в стиле фурошики. Это была самая лучшая днюха. Я пьяная в стелку. Не могу уснуть. 4 октября. Дорогой дневник. Ты еще не забыл меня? Занятая Макс, занятая. У меня нет времени на писанину. Я должна кричать, должна жить, должна дружить. Да и проведать Хлою не помешало бы. Но сначала циклон. Пора тусить. Ничего себе видно, да, что настроение у Макс совершенно другое. Она совершенно по-другому разговаривает. Куда-то исчезла ее, так сказать, скромность. Даже не знаю, даже не узнаю ее. Так, о, сколько сообщений. Давайте прочтем. Тейлор. Макс, спасибо, что проведала мою маму вместе со мной. Думаю, она всегда хотела, чтобы я была такой, как ты. Вряд ли твоя мама крутая, как и ты. Ага, конечно, я рыдала. Я тоже простыла, но просто ты не видела. Плакать это нормально. Так, порой это странно. Мой дурацкий телефон разряжается. Позвони мне. От Виктории сообщения. То есть, видите, как бы они наши... Это настолько даже мерзко, я бы так сказала. Вот сейчас с ними общаться. Конечно, я понимаю, что все вышло по-другому. Но мне это не очень нравится. Макс, ты занята? Забивай на домашку, как обычно. Я же сказала, что помогу. Ты никогда не позволяешь мне помочь. Ладно, не драматизируй. Мне хватает твоей заботы. Я стараюсь. Кстати, я достала той улетной травки. Сама знаешь у кого. И мне оставь. Нужно бежать, созвонимся. Заходи сегодня вечером. Все хорошо, Макс. Ты просто так быстро ушла. Нейтан тоже беспокоится. Если хочешь поговорить, позвони мне. Окей. Люблю тебя, Макс. Если ты злишься, скажи окей. Не отвечаешь. Если захочешь поговорить, моя дверь всегда открыта. Люблю тебя. Вы представляете? И вот такое вот сейчас у них общение. Это просто поразительно. Еще и с Нейтаном. И Макс на все это соглашается. Это, не знаю. У меня не укладывается это в голове. А вот и Нейтан. Йоу, Макс. Где ты? В проявочной проявляю снимки для конкурса. Супер. Значит, не идешь в два кита? Пока вроде не собираюсь. Увидимся позже. До встречи. Это от мамы. С днем рождения. А, это мы знаем все. Ты тут? Да, мне же нужно время на ответ. Я не могу смс на каждом уроке некоторых преподавателей. Это бесит. Это очень грубо. Пожалуйста, не огрызайся. Прости, много домашки. Ты ведь не одна в семье. Вот нам интересно, так ли тебе необходимо столько тратить. Мы хотим, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Но твоя стипендия ведь не все покрывает. Ты же сказала, что я могу использовать твою кредитку, если нужно. Я только пленку купила, ведь это даже не фотик. Может, пришло время перейти на цифровую камеру. Я перезвоню. Нужно бежать. Не дуйся, люблю тебя. Привет, солнышко. Надеюсь, ты не забываешь поливать растения, которые мы тебе дали намного не лей. Но много не лей, мама. Так. Привет, Макс. Это Уильям. Если хочешь связаться с Хлоей, можешь позвонить на этот номер, она будет рада. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Привет, Хлоя. Это Максим. Знаю, я давно не появлялась, но хочу, чтобы ты знала. Я поступила в Академию Блэквелл. Надеюсь, это все еще твой номер. Макс вернулась. Блэквелл. Это же супер. Ты крута. Но что гораздо круче, мы можем снова вместе отрываться. Так что да, это все еще мой номер. Крутяк. У меня город Домашки, но я скоро забегу. Не дразни меня. Столько времени прошло. Знаю, до скорого. Так, сообщение еще от Алисы. Привет, Макс. Жаль, что ты тусуешься с такими людьми. Я думала, ты другая. Алиса, я видела, как ты кидала в меня туалетную бумагу. Боже, я не в тебя целилась. Клянусь. Больше так не сделай. Да, это поразительно, как все взаимоотношения изменились. Но нам по-прежнему нужно найти... Да, они увезли в ряды в долгах, только из-за того, что забудут о своей дочери. Это ужасно. Джойс и Уильям раньше никогда не устраивали гаражную распродажу. Так, ну что ж, давайте наверх поднимаемся. Вот эта комната. Та комната, в которой мы раньше были, у нас совершенно пуста. В которой жила Хлоя. Я практически ничего не слышала о брате. Привет, Билл. Прости, что после аварии не звонил. Столько работы накопилось, да еще меня отправили в Солтслейк Сити. Взглянуть на новую парковку. В такие времена стоит хвататься за любую работу. Хотела бы я послать вам чек на большую сумму. Но ты же знаешь о моей ситуации. Деньги ни у кого надолго не задерживаются. Может, навещу вас следующей весной. Поцелуй за меня, Хлои и Джойс. Держись там, Билли. Твой брат Аарон. Да, мы никогда не слышали про брата. Я все еще шокирована этой новой реальностью. Я чувствую себя виноватой за то, что Хлои и ее семье пришлось через все это пройти. Я могла бы дать Хлою выброс, да, оставлять ли вырема в живых, но это слишком жестоко. Но, Витя, они снова семья, и кто я такая, чтобы судить? Да, это именно так. Действительно, мы с Макс чувствуем со собой, но даже немного хочется открыть и посмотреть, что там внутри. Много коробок, обувь. Хлои мне нравилось везде топтать своими ботинками. Голубая бабочка. Наверняка это просто совпадение. Так, ну ладно. Где же уже этот ион и морфинь там или что? Наверное здесь. Давайте включим свет. Вот, но я думаю, что в шкафчике где-то должно быть хорошо, что Хлои используют и природные средства. А, так, наверное здесь. Нашла. Никогда бы не подумала, что буду ходить за морфином для своей лучшей подруги. В ванной все та же, столько теперь в ней только больше лекарств. Как дела, путешественник во времени? Забавно, я будто постарела. Так. Опа. О. Надо же, Джойс дома. Я думала, она на работе. Пепельница. Джойси без этого супермама. Такие залезли при ней в ее ящик. Так. Не очень так красиво, но, честно говоря, просто есть такой вариант. И она даже ничего нам не говорит. Такие зашли и залезли в шкаф, в ящик, что-то еще можем тут посмотреть. О нет, я не знала, что травма Хлои настолько ужасна. А, это, видимо, как диагноз спинальный центр Аркадия Бэй, уважаемый мистер и миссис Прайс. Как я вам уже сообщил, на прошлой неделе дыхательная система Хлои быстро ослабевает. Это объясняет ее недавнюю анемию и удушье. В мои обязанности как врача входит забота о ее здоровье. Но я хочу, чтобы вы понимали, что у людей, перенесших травму позвоночника, весьма велика вероятность отказа дыхательной системы. Ваша дочь – один из моих самых стойких и упорных пациентов. Я горжусь, что работаю с ней. Я хочу, чтобы вы, как родители, были готовы ко всему. Я также убежден, что Хлое следует знать об изменениях в ее организме. Если вы пожелаете обсудить это, у вас есть мой номер. С наилучшими пожеланиями, доктор Антон Файбс. Вот это, конечно, ужасно. Как видите, у нее состояние ухудшается. Давайте поговорим с Джойс. Доброе утро, Макс. Вы с Хлое куда тише, чем в те времена, когда вы были детьми. Помните деньки. Так приятно снова просыпаться в вашем доме. Ах, мы с Уильямом так рады наконец видеть вас вместе с Хлоем после этих долгих лет. После аварии. Так, давайте скажем ей про... Так, Джойс. Ну, про... Сначала, конечно, про Хлое. Хотела бы я быть более лучшей подругой. Я знаю, что Хлое не часто навещает. Макс, вы свои лучшие подруги. Не просто так. Ты всегда рядом, когда ты ей нужна. А кто, кроме вас, за ней ухаживает? А кто присматривает за Хлоей, когда вы на работе? Мы наняли несколько нянек и сиделок. Хлое до сих пор создает проблему, пусть она и не может двигаться. Макс, состояние Хлои не улучшается. Ее дыхательная система слабеет, и она... Она... Ты понимаешь, о чем я? О, Джойс. Мне так жаль, что вам приходится проходить через все это. Хорошо все или плохо, но я все равно ценю каждое мгновение со своей дочерью и мужем вас. Что значит быть семьей, мы всегда будем ею, несмотря ни на что. Так, ладно, давайте про Уильяма. Я просто обязана сказать, что безумно рада видеть вас снова вместе с Уильямом. Он настоящий герой, он держится. Нам с Хлоей очень повезло с ним. После вашего прайса, зашедшего, Уильям не изменился? Бывает по-разному, но, в общем-то, он остался прежним. Я не думала, что полюблю его настолько, что без него и жить не спокоен. Да, звучит банально, я знаю. Ты крутая, Джойс. Черт, все было бы иначе, будет это так. Но мне нравится ход твоих мыслей. Как дела, Джойс? Я стараюсь изо всех сил, Макс. Не буду врать, это тяжело. Но никто и не говорил, что жизнь в Аркадии, а вы... Так, не успела чуток прочесть. Давайте проработать. А ведь вам нужно как-то зарабатывать. У нас с Биллом совсем времени на себя нет. Вся наша жизнь теперь работа. Мне даже приходится подрабатывать в Панэстис. Ты знаешь Прескотов? Я знаю, что Шон Прескот не успокоится, пока не подчинит себе весь... Не подчинит весь Аркадия Бэй. Держись подальше от его сына Нейта. Так... Ты знаешь человека по имени Дэвид Мэтсон? Он... Иногда он мог заходить в кафе. Что ж, это было неожиданно? Да, он водит автобус, иногда заходит милый, тихий. А что? О, я просто любопытная. Ты всегда такой была. Приятно осознавать, что не всё меняется. А что ты думаешь по поводу всего этого природного безумия? Быть может, Аркадия Бэй просто хочет, чтобы её оставили в покое. Мне это знакомо. Если честно, мне не особо волнует то, что происходит вне нашего дома. Я не виню тебя, Джойс. Правда, теперь у нас здесь повсюду мёртвые птицы. Да эти киты, выбросившиеся на берег. Может, всё-таки не стоит быть такой безразличной ради Клои. Я вернусь к Клое. Было приятно с тобой поговорить, Джойс. Взаимно, дорогая. Уильям усердно старается, он крут. Ладно, давайте уже пойдём к Клое. Как бы сейчас ей хуже не стало. Может быть, ей... Может, ей не нужно давать этот морфий. Не знаю даже. Честное слово, не знаю. Так. Наконец-то, вставь синюю таблетку. Прости. Я, конечно, могу попробовать. Давай просто подсоедини его. Это легко и безболезненно. Хорошо, но если я всё испорчу, сразу зови своих родителей. Я готова, уж поверь. Разумеется, с каждым днём мне становится всё хуже. Но ты пришла ко мне, когда боль меня отпустила. Макс, я так благодарна за то, что могу зависать с тобой. Видишь, я уже словно ватная. Морфий начал действовать. Ты такая милая. Тебе нужно что-нибудь ещё? Это возможно. Я слишком эмоциональна, но не могла бы ты достать один из тех фотоальбомов. Я бы хотела глянуть наши старые фотки, на которых мы ещё совсем мелкие. Я тебя умоляю. Мой дневник эпицентр эмоциональности. Да, и Макс Коффлит никогда не упустит возможности посмотреть фотки с Хлои и Прайс. Никогда. Так. Ничего, кроме медикаментов. Ой. Несмотря ни на что, у них всё та же счастливая семья. Так круто, что в этой реальности Хлоя тоже обожает скейт. Так, вот-вот альбом, давайте возьмём. Тащи этот альбом, давай поностальгируем. Мне это уже не впервой. Так, хорошо видно? Идеально. Боже, посмотри, какие мы тут маленькие. Мы как будто игрушечные. Я помню тот день, проведённый у Маяка. Мой отец тоже очень разозлился. Он даже собирался поставить нас в угол, а ты смеялась над ним. Мой отец как бы меня наказал. Так, сейчас. Перевернём. Вау, крутая фотка. Мы так клёво выглядели в этих пиратских костюмах. Жаль, что мы не покорили Аркадия Бэй, пока у нас была такая возможность. У тебя-то ещё есть. Давайте ещё переворачиваем. Ау, здесь мы готовим блины. Мне нравится этот снимок. Тяжело поверить в то, что его сделал мой отец всего лишь пять лет назад. Как будто это было вчера. Если бы... Ага. Это фото... Возможно, я смогу... Ох. Слушай, Макс, моя дыхательная система с каждым днём ослабевает. Я слышала, как доктора говорили об этом, когда они думали, что я в отключке. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое. Пока мои родители страдают, я вместе с ними... Я не хочу, чтобы всё закончилось именно так. Что? О чём ты? Я имею в виду, что мне было очень приятно снова провести с тобой время. Я вспомнила, как мы бегали по всему городу, будучи детьми, и делали всё, что заблагорассудится. И сегодня я как будто вернулась в те времена. Я хочу, чтобы время, проведённое с тобой, было моим последним воспоминанием. Ты понимаешь, о чём я? Да, понимаю. Просто поверни ручку до предела. Так. Я ведь так и думала, сейчас будет выбор. Но я... Вы представляете, на что она... А что она хочет? Я... Я не... Мы не сможем это сделать. Мы лучше... Так. Нет, я не смогу это сделать, это точно. Пусть она... Я не знаю, даже есть вариант. У нас три варианта. Но я ни в коем бы случае бы не смогла так. Даже не знаю. Давайте ей... Если откажем... Ой, была не была. Хлоя, я не могу. Мне больно смотреть на то, как ты мучаешься, но у меня нет никакого права сделать это. Я совершенно летняя, я даю тебе право. Но как же Джойс и Уилли? Я уже попрощалась с ними, они не чтят мои пожелания, а ты учтёшь, так ведь? Я не могу убить тебя, подстроив передозировку. Макс, я умираю от болезни, не от дозировки, это просто ускорит процесс. Я бы хотела умереть, будучи счастливой. И я хочу, чтобы моя лучшая подруга помогла мне в этом. Я помогу тебе, но не таким способом, ты должна мне поверить, Хлоя. Почему, Макс, тебе просто наплевать на меня, как всем остальным? Ты хочешь этого... Того самого момента, как ты пришла сюда, так ведь? Так что уходи и никогда не возвращайся. Хлоя, я больше никогда не оставлю тебя одну. Так, что ж, я думаю, мы сейчас сможем сфокусироваться на фото. Прости меня, Уилли. Так, иди. Так, ещё немного. Однажды папа купит себе один из этих компьютеров. Надеюсь, Пышка не напугала тебя в коллекцию однозначно. Так, вот, значит, всё возвращается в тот момент. Алло. Алло. Привет, родная. Что? Оу, не знал, что тебе надо было купить продукты. Конечно же, я за тобой заеду. Чёрт, где же мои ключи? Точнее... Так. Ага, нашлись-таки. И даже не вздумайте устраивать дегустации вин. Папа, не оплачайте сегодня. Твоя мать пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься... Макс, ты же останешься... О, никогда не бросит меня. Никогда тебя не бросит. Никто тебя не бросит. Макс, ты ведёшь себя так, будто бы больше никогда не увидимся. Хлоэ, прости меня. Хлоэ, прости меня. Я пыталась изменить твою жизнь к лучшему. Я... Я правда пыталась. Прости. Я не совсем понимаю, о чём ты, но всё же, ты изменила всю мою жизнь. Ты моя лучшая подруга, у меня есть ты и прекрасная семья. За что ты извиниешься? Мы всегда будем лучшими подругами. И когда мы подрастём, то захватим весь мир. Послушай, что бы ни случилось, ты должна быть сильной. И даже если тебе будет казаться, что я тебя бросила полно, это не так. Клоэ, я всегда буду поддерживать тебя, Хлоэ. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опа, так. Ой, какие же частые изменения нас ждут. Что-то есть предчувствие, что снова будет что-нибудь не так. Так, секунду, это... Где мы выходим? Всё, в комнате. Хлоэ, ты вернулась! Значит, теперь ты вдруг захотела меня поцеловать. Просто я так рада, что ты здесь. Ты будто под кайфом, но спасибо за внутренние обнимашки. Мы всю ночь играли в Кейсер, Кейсер, Кейсер. Теперь я сижу и всякую информацию читаю. Макс, ты что, забыла уже, что мы откопали? Надеюсь, ты не играл опять со временем. Больше не буду. Просто я тоже в замешательстве. Добро пожаловать в реальность, Макс. Так, пока что ничего не понятно. Вряд ли я когда-либо расскажу, хвою о произошедшем. Это такое невероятное испытание. Вы знаете, я ощущаю его вместе с героями. Это просто невообразимо. Как тяжело Макс всё это сейчас выражать. И это как всё это объяснить. Ладно, значит, нужно изучить доску со всеми известными нам пока кусочками. Так. Ага. Здесь вижу Кейт. Ага, что с Кейт? Так близко и при этом настолько далеко. Нам нужно сделать три вещи. Точно. А какие? Первое. Расшифровать записную книжку Фрэнка. Второе. Достать телефон на это и выставить, где он был за время вечеринки, но по циклон с Кейт Рейджем. И проверить, что есть у него в сообщениях. Третье. Метерить мы доучим, пока он не выложит нам сведения. По проявочной жаль, что у меня больше нет пушки. Да, вот и решение. Придётся самим справиться. Чувиха, дай хоть надеру ему зад, а потом перемотай. Ладно, как хочешь. Я не могу рассчитывать на всякую ерунду, иначе у Бекла будет больше неприятностей растрачиваться. Ну, ты хоть разрешила мне забрать те деньги? Не напоминай мне. Я просто хочу, чтобы он от тебя отстал, от нас. Знаю, спустись в гараж и посмотри, что ты там сможешь. Я пока пробью пару имен и посмотрю, куда это приведет. Ты осторожнее, сучка. Если ты только не хочешь не пообщаться после того... О, господи. Не стоит злоупотреблять моими способностями на таком уровне. Это слишком опасно. Можно разобраться с настоящим, не испортив прошлое. Так. Могла бы ты догадаться, что полицию не остановит удалённое с телефона сообщение? Даже в Холмсе и Ватсе не использовали абсолютно всю информацию. Ну, вроде как сейчас пока что похоже, что всё на своих местах. Мы тут такими расследованиями занимаемся. А вот и моя Хлоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok